Всем привет! Меня зовут Катя. Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я хочу вам показать еще несколько страниц моей книжки, о которой я вам рассказывала в предыдущем влоге и даже показала, как я ее сделала, из чего сделала и несколько первых страниц. Сейчас я еще кое-что здесь заполнила и с радостью поделюсь этим с вами. Заполняя эту книгу, я поняла несколько вещей про себя. Первое, что я, к сожалению, не художник, и мне очень тяжело получается нарисовать что-то красивое, но мне очень нравится работать с акварелью, и я продолжаю практиковать это. И вторая вещь, которую я поняла, это что я очень-очень сильно хочу научиться красиво писать, и мне кажется, я на правильном пути. Пока я работала над своим почерком, я заметила некоторые моменты, которые я для себя выделила, и хочу поделиться с вами этими моментами, скажем так, советами. Если вам интересно знать, что в моем виде не идеальный почерк, прислушайтесь. Первое, я заметила, что когда пишешь мелко, все выглядит гораздо аккуратнее. Второе, давить сильнее на ручку, потому что когда я давлю сильнее на ручку, почерк у меня иногда дрожит, и мне нравится, когда почерк такой дрожащий, и во-вторых, он ярче выражен. Соединять все буквы. Раньше я не соединяла все буквы в одном слове, и поэтому у меня был полный бардак, буквы разлетались, а сейчас я стараюсь абсолютно каждую букву соединить, и тогда все выглядит аккуратнее. Надо знать свои буквы и писать только их. Раньше я бывало писала B вначале одну, а потом немножко другую, а потом вообще третью, а сейчас как я сделала? Я написала на листке все буквы, которые я буду использовать, и я использую только их. Иногда закрашиваю некоторые кусочки, некоторые уголки пасты, чтобы создавался такой эффект, что чернила потекло, и это выглядит немножко так по старинке и очень красиво. Хочу сказать, что я начала писать на русском языке, но также пишу и на английском некоторые темы, потому что мне некоторые темы легче писать на русском. Первую страницу вы видели, My Book of Shadows, и вот я решила поделить свою книгу на три части. Первая часть это руны, вторая часть это травы, и третья часть это камни. Я решила добавить рубрику камни, потому что поняла, что мне эта тема очень-очень интересна, я даже немножко коллекционирую камни, и поэтому не могла просто не ставить сюда и их. Вот эти, кстати, странички, для них я использовала крафтовую бумагу, мне очень нравится работать с крафтовой бумагой, мне послала подружка очень много. Перейдем к делу. Да, первая рубрика это руны. Здесь эту страницу вы видели в предыдущем видео, это рунический алфавит, и здесь я смотрела, какая руна подходит мне, это руна A-Love. Дальше, это пару рунических простых ставов, это для успеха, это для любви, это для веселья, и это для здоровья. Это так, такие простенькие ставы. Здесь я немножко нашла информацию про нормы, я подробнее о них рассказала в моем видео о рунах, так что если вы пропустили, пересмотрите, там очень интересно я рассказываю про них. И здесь я распечатала на принтере картинку с этими тремя девицами, которые, вот они живут у Иллирна Силь, и плетут нити судьбы. Здесь я, к сожалению, не могу показать, потому что здесь написано мое желание, это немножко лично, и это получается став на исполнение желаний, как вы догадались. Я начала вести рунический календарь, это на январь, это на февраль, и это на март. В начале месяца я рисую столько ячеек, сколько дней в этом месяце, и по очереди из мешочка я вытаскиваю по одной руне и вписываю. И получается, каждая руна, это руна дня, того самого. А также я вытаскиваю одну общую руну, которая будет рассказывать в общем про один месяц. Здесь у меня получаются руны и свойственные им камни. Моей руне, Эйвазу, подходит Марион, черный хрусталь, надо будет его приобрести, у меня пока его нет. Это мои первые попытки нарисовать кристаллы, так что не судите строго, я далеко не художник. Дальше. Расклад «Голова Мимира». Кто такой Мимир? Это велика, нахраняющий источник мудрости. Этот расклад, он помогает узнать о проблеме и узнать о причинах и как выйти из какой-то тяжелой ситуации. Это другой расклад, который мне понравился. «Мировое дерево». И расклад помогает познать самого себя. Он как бы говорит про состояние человека. Каждая позиция показывает что-то. Первое высшее проявление личности, эго человека, девятое – это таисто судьбы. И я попробовала сделать на себя вот мое дерево какое получилось. Но походу у меня было плохое настроение. Или, знаете, как говорится, что на себя лучше не гадать, потому что могут руны или карты, ну там, о чем вы гадаете, могут показать ваши страхи. И мне вообще не нравится вот эта вся ситуация, которая мне выпала. Это расклад из всех рун. Мне он очень понравился. В нем участвует 24 руны, не участвует 25 руна Одина или вот эта пустая руна, если вы помните. И получается, каждая позиция говорит о чем, о человеке, о какой-то сфере его жизни. Допустим, первое – это денежные вопросы, 24-е – дом и семейные дедла, 18-е – помощь извне, бла-бла-бла. В общем, каждая позиция что-то значит. И мне что понравилось, что можно наблюдать, куда выпадет твоя руна. И это значит, что это будет сильная сторона. И где выпадет плохая руна, значит, там слабая сторона. И там надо поднадавить, там надо поработать еще. В общем, очень интересно. Я планирую в ближайшие дни погадать. Я даже себе уже здесь сделала место. Очень интересно, что мне выпадет. Переходим к травам. Кстати, травы на английском остались. Начинаем с ромашки. Я не буду сейчас говорить про все полезные свойства каждого цветочка и каждой травки, потому что это вы сами сможете все прочитать. Но могу сказать какие-то интересные моменты. Мне нравится ополаскивать голову ромашкой, потому что я сейчас хочу осветлить волосы. Вы знаете, помогает. И плюс ко всему волосы становятся очень шелковистыми и вообще очень классно. Дальше идет имбирь. Имбирь я открыла для себя недавно. И мне очень нравится и запах, мне очень нравится и вкус. Суши, конечно, я тоже кушаю. Плюс ко всему он очень полезный. Он очень полезный для пищеварения и он очень полезный при простуде и так далее. Роза для меня это как цветок любви. Когда я бываю в Болгарии, я обязательно должна купить что-то из розы. Мне очень нравятся масла, как пахнут. Раньше считалось, что обязательно у невесты должен быть букет из белых роз, потому что белые розы, они приносили любовь, взаимопонимание и радость в браке. Дальше у меня идет корица. Вообще очень хорошее денежное растение. Если помните, я в Ведену бутылку денежную пихала корицу. Мелисса. Мелисса тоже пахнет просто бомбезно. Одна из нее чаи супер классная. И она у меня ассоциируется с бабушкиным огородом, потому что у моей бабушки в огороде росло очень много мелисы. И мелиса, она очень хорошо успокаивает и помогает расслабиться, помогает заснуть. Шалфей. Считается, что если на листике шалфея написать желание и сжечь листик, то оно обязательно исполнится. А если листик шалфея поставить под подушку, то может присниться сон, который расскажет, как делать так, чтобы желание быстрее исполнилось. Раньше в Европе считалось, что шалфей это символ долголетия и бессмертия. И даже итальянцы говорили, почему человек должен умирать, если у него в огороде растет шалфей. Забавно. Следующее это базилик. Базилик я очень часто использую в готовке. Мне очень нравится аромат, который он добавляет каждому блюду. Просто супер пахнет классно. Но слово базилик происходит от греческого слова базиликон, что значит король. Христианская церковь при помощи базилика делает святую воду. Так что говорят, что базилик имеет такое свойство очищать энергетику от всего плохого. и даже раньше использовался при экзорцизме. Следующее это укроп. В древние времена считалось, что если держать при себе укроп, то он помогал держать подальше от себя разных магов, колдунов, незваных гостей и так далее. Дальше идет лавр. Лавровое дерево это тоже довольно такое денежное дерево. Если помните, я тоже в бутылку его пихала. Лавр очень полезное средство для волос. Можно споласкивать голову после шампуня, бальзама и так далее. Просто водой настоявшейся с лавром. И говорят, волосы просто выглядят суперски. Следующая страничка это Dream Pillow. Dream Pillow это подушечка, которая сделана специально для того, чтобы лучше спать, крепче спать. И туда можно поставить много-много трав разных, которые способствуют качественному сну. И последнее, что я написала из трав, это Орегано. Вообще считается растением радости, растением успеха, удачи. И говорят, что очень полезно держать в доме Орегано. В Древней Греции и Риме паром делали коронки из Орегано, точнее венки на свадьбу, чтобы у них в будущем была радостная жизнь, полное счастье и так далее. Переходим на последнюю рубрику это камни. Я не буду много рассказывать именно про свойства камней, потому что я хочу сделать об этом отдельное видео, где я буду рассказывать про свою коллекцию. И, конечно же, я начала с горного хрусталя, потому что, наверное, это один из моих любимых камней. Он помогает сосредоточиться, также для медитации он хорош. Кстати, вот я здесь наверху пишу всегда лечебные свойства, а внизу, после вот этих трех штучек, я пишу магические свойства. И плюс разные интересные факты у камня. Розовый кварц я тоже обожаю, даже заказала в интернете пару кусочков, грубо говоря. Это у меня розовый кварц ассоциируется с таким супер нежным камнем любви и всего самого прекрасного, что есть на свете. Дымчатый кварц или еще называют рухтопаз. Рухтопаз вводит человека в мир иллюзий. И положенный под подушку стимулирует вещи сны, а также впитывает в себя внешнюю негативную энергетику. Лабрадорит. Вообще считается, что он очень хороший камень для дома. И есть два вида камня. Есть мужской камень и есть женский камень. Женский это то, что потемнее. Мужской имеет такие золотисто-голубые и синие оттенки. Но говорят, что лучше всего брать пару. Тогда они будут именно максимально помогать вашему дому. Нефрит или Жедеит. В Китае нефрит национальный камень. Он дает жизненную силу, крепкое здоровье и долголетие. Перит. Этот камень очень уважали древние греки, которые считали его одним из символов Марса, бога войны. Перит был у многих воинов, которые полагали, что он придаст им мужество и отваги, поможет выиграть сражение, не податься страху и убережет от случайной смерти. Флюорид. В те времена считалось, что камень был дан высшими силами человечеству для того, чтобы оно процветало. Что у меня здесь? Здесь у меня перышки, которые я недавно ставила в волосы, но сняла потом, потому что мне не очень удобно было. Такие длинные перышки. Ну вот я вам показала все странички, которые я успела заполнить. И, конечно же, я буду продолжать их заполнять. И обещаю, что покажу вам новые страницы. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, обязательно ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok